книга открытым оком том 25 вопрос 3726 что за русская идеология которые говорят на съездах православных отвечает игнатий тихонович лапкин если ничего об идеологии при том русской нет ни слова в библии то эту идею следует рассмотреть со всех сторон на основании слова божия чтобы не промахнуться и не попасть с ней туда же куда свалилась уже вся россия вместе с царем батюшкой русская идеология архиепископ серафим соболев сам петербург тысяча девятьсот девяносто четвертый год сто восемьдесят четвертая страница 10000 экземпляров кавычки открываются в основ своих суждений владыка ставит православную веру с неуклонным соблюдением ее учений и уставов краеугольным краевольным камнем который в россии является царская самодержавная власть так что русская идеология отстаивая идею монархизма свидетельствует ее божественное происхождение и направляет наше размышление по истинному пути кавычки закрыты ответственным за выпуск за содержание выставленные четыре субъекта царская власть должна быть ограничена только канонами церкви как образец этой симфонии церкви и государства видится в патриархе никоне которого не нужно скорее канонизировать есть и фото соболева стоит в епископском облачении длинные волосы достигают до панаги из двух сторон и так как этот труд был напечатан и не раз за границей со времени со времени доклада на соборе в 1938 году а а теперь его здесь распространяют значит нужна эта идеология кому-то и не одному же соболевую митрополиту анастасию который не возражал слушая этот доклад автор очень сильно седует на отобрание монастырских земель и прочих льгот но от идеи царской власти даже такой крутой как при петре первой все же никак не отворачивается согласно библии все это тьма и заблуждения уже нет царя уже пора бы подумать за что же такое постигла россию пора бы писать книгу плача серафима как плач иеремии но они живут в дыму кодильных измышлений и ни слова нет о том что вина вся и всего крушения именно в них слепых вождях в лицемерах долго молящихся обходящих море и сушу и делающих сынами гиены первая книга царств 15 глава 23 и 26 стихи ибо непокорность есть такой же грех что волшебство и противление тоже что и дал поклонство за то что ты отверг слова господа и он отверг тебя чтобы ты не был царем и отвечал самуил саул не ворочусь я с тобою ибо ты отверг слова господа и господь отверг тебя чтобы ты не был царем над израилем разве соболев и подобные ему никогда не читали эту страшную историю об идеологии израиля когда они находили что истинное управление остальное возможно только тогда когда будет у них царь как и у прочих народов что из этого получилось хотя царь саул и был истинным помазанником и игол без царской власти шагу шагнуть не могут и жмутся ток голенищу сталина то с демократами слепились и нет прогляда ни на шаг вперед что последует за этим вторая книга паралипоменон 12 глава 2 стих на пятом году царствования раваама с усаким царь египетский пошел на иерусалим потому что они отступили от господа в чем конкретно отступили ты отверг слова господа в общем то соболев и не сказал ни слова потому что он никакой он такой как и вся его братья с длинными волосами русская идеология должна быть выражена словами апостола павла послание филиппийцам 1 глава 27 стих только живите достойно благовествования христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую евангелие от марка 1 15 деяния 15 7 20 глава 24 стих и 1 коринфянам 15 1 евангелие от марка 1 глава 15 стих и и говоря что исполнилось время и приблизилась царствие божие покайтесь и веруйте в евангелие книга деяний 15 глава 7 стих по долгом рассуждении петр став сказал им мужи братья вы знаете что бог одни первых избрал из нас меня чтобы из уст моих язычники услышали слово евангелие и уверовали книга деяния 20 глава 24 стих но я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение которое я принял от господа иисуса проповедать евангелие благодати божией первое послание коринфянам 15 глава 1 стих напоминаю вам братья евангелие которое я благовествовал вам которое вы и приняли в котором и утвердились пали над нивами всюду вечерние мрачные тени трепетный старец мольбою упал на колени в пепле глава его были изорваны в горе одежды слезы рекой развиваясь туманят усталые воплем его огласились безмолвные своды до толи плачет тот старец сагбенный по ныне потерянные воли снова в несчастье греховном родивного родимого края страдания видит он рвутся из груди невольно глухие рыдания святость заветов господних поругана дерзкими ныне в богом избранном народе исчезло почтение к святыне старец предвидит в грядущем страшнее былого невзгоды слышат глухие рыдания угрюмые мрачные своды лавров лавров цель Продолжение следует...